Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ой, мне кажется, вот когда мне было 10, 12, 13 лет, я ходил на авиамоделирование, мы создавали самолет своими руками, управляли на пульте управления. И мне кажется, для мальчика это очень крутая секция, потому что ты своими руками чего-то учишься делать, и в тот же момент для тебя это как игра, потому что самолетом можно управлять. Главное его не разбить, потому что тогда придется родителям раскошелиться. И не только для мальчиков это интересно, потому что я пока слушала, мне уже стало интересно. Ты чем занималась? Я, на самом деле, тоже много чем, но самое, наверное, яркое это было фигурное катание. Я прозанималась там порядка 4-5 лет, и впечатления только самые приятные остались. А пока, о чем мы вам еще расскажем сегодня, вы узнаете прямо сейчас. Сегодня в программе. Разберемся, что такое пин-холл фотография и выясним, почему это увлечение набирает популярность у твоих сверстников. А чемилыми ручками создадим клевый органайзер. Попробуем себя в новой профессии. А в конце эфира немного поиграем. Это сентябрьский пин-код. Смотри, не пропусти. Кстати, сегодня вас ждет ваш любимый интерактив Кахуд. Для того, чтобы стать его участником, всего лишь вам необходимо иметь мобильный телефон, либо ноутбук. Заходите на сайт kahud.it. В поле пин-код вводите цифры, которые вы сейчас увидите на экране, и дальше придумывайте себе никнейм. Вам остается только подождать в нашей секретной рум-комнате до того момента, пока мы не начнем вместе с Таней задавать вопросы, отвечая на которые вы сможете стать победителем и забрать подарки от проекта Пин-код. А что делать тем, у кого нету телефона? Здесь на самом деле все очень просто, Таня. Нужно внимательно смотреть наши выпуски, потому что уже к концу этой четверти кто-то из зрителей проекта Пин-код получит очень классный подарок. Смотрите, какой это новенький мобильный телефон, за который мы благодарим школу блогеров Media Kids для юных ютюберов и тиктокеров. Хочешь такой смартфон? Что нужно сделать для этого? Расскажет Таня Луханин. Для этого вам нужно снять влог о школе. О чем он будет решать вам. Но самое главное, он должен быть интересным, задорным, веселым. И отправить это видео нужно в нашу группу во ВКонтакте, и там мы будем уже выбирать победителей. В общем, друзья, если вы хотите абсолютно бесплатно получить новенький мобильный телефон, участвуйте в этом интерактиве, побеждайте и хвастайтесь тем по том, что именно Пин-код вам его вручил. Ну а пока вы заходите в нашу группу во ВКонтакте и делитесь, какую секцию вы посещаете и адаптировались ли вы к новому учебному году, небольшая реклама на телеканале Беларусь-2. Лето пролетело так же быстро, как и реклама пролетела так же быстро, как и лето 2021 года. И в эфире снова мы, Жан Сенкевич, Таня Луханина. И привет всем, кто только к нам присоединился. Ну, напомню вам еще разок, что начался уже новый учебный год, и здесь люди разделились на две категории. Кто-то уже определился с секцией, в которую он будет ходить, а кто-то еще мечтой не может все выбрать. Именно поэтому мы вам сегодня будем помогать. Именно таким вопросом, да, как уже сказал Жан, мы задались в нашей группе во ВКонтакте. И вот уже пару вариантов у нас есть. Например, Артур Васько пишет. Я люблю петь, в сентябре буду ходить в оркестр и занимаюсь вокалом. Далее у нас Павел Ермолкевич пишет. Китайскими шахматами увлекаюсь и плаванием. Вот так вот, китайскими шахматами я встречаю не так часто секции, как плавание. Люблю рисовать и занимаюсь рисованием уже пять лет, пишет Даша Игнатенко. Так, Кристина Шаровар, я уже в школу не хожу, но тем не менее, есть чем заняться. И все нравится, алмазная мозаика, и хочу научиться фотографировать профессионально как раз в тему нашего сегодняшнего эфира. Кристина, вот мне кажется, тебе точно будет интересно, ну и всем зрителям. Потому что мы предговорили вам о том, что у нас будут гости, которые расскажут про необычные увлечения. Именно поэтому с огромным удовольствием рассказываю, представляю, кто у нас находится в студии. У нас в гостях преподаватель по пин-холл фотографии Вячеслав Дудлатов. Вячеслав, здравствуйте. И его ученик Костя Сандович. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, давайте для начала разберемся, что такое пин-холл фотография. Потому что фотография, слово, в принципе, нам знакомо. А вот холл, пин-холл, первый раз слышим. Ну, у нас, во-первых, пересекается у вас программа пин-код, у нас пин-холл. Так. Вот. А на самом деле пин-холл фотография, явление и как фотография, было названо именно Дэвидом Брюстером, шотландским фотографом в 1850-х годах. Вот. То есть дословно это переводится как булавочное отверстие. То есть отверстие, которое, в общем-то, без линзовый фотоаппарат, есть только коробочка, вот, в которой абсолютно нет доступа света. И есть отверстие, сделанное очень тоненькой иголочкой, например, бисерной иголочкой. И когда свет, проникая в отверстие, на противоположной стороне, проецируется изображение в перевернутом виде. То есть это такой феномен природный, который, в общем-то, не доказан до сих пор. Вот. А само явление уже было известно в V веке китайским ученым-философом Мацу, который в своих работах описывал это явление. Немножко истории. Да. До нашей эры, конечно же. И Аристотель, опять же, в IV веке тоже этот феномен исследовал. Но, в общем-то, раскрыть его магию тоже не удалось. Таня, честно скажи, ты что-нибудь поняла? Что касается Аристотеля, да, почти я все поняла. Но вот в 21 веке почти у всех есть телефоны с хорошими камерами, четкими. Зачем так заморачиваться, если можно сделать просто тысячу фотографий с хорошим разрешением? На больное вам похоже, на Данила, Таня. Ай-яй-яй. Ну, скажем так, да, мы живем сейчас в мире цифровых технологий. В общем-то, очень быстро развиваются технологии. И за ними, в общем-то, угнаться сложно. Появляются, если что касается нашей студии, появляются разные виды цифровых зеркальных, беззеркальных камер. Вот. Почему мы именно пошли вот таким путем и снимаем пинт-холлом? Потому что все-таки пинт-холл и аналоговая фотография – это искусство медленное. То есть получение изображения, которое, в общем-то, ребят, которые занимаются в нашей студии, студии «Краевит». То есть такая фотография, она обдуманная. Она заставляет рождать творчество. Давайте, наверное, во-первых, покажем людям… Ну, можно брать? Конечно, конечно, да. Как это выглядит? Потому что мы про пинт-холл уже долго и много говорим, но пока, возможно, далеко не все понимают, о чем идет речь. Скажите, пока вот, насколько мы знаем, вы увлекались цифровыми фотографиями. И почему вы вдруг вот решили изменить цифры и начинать снимать в другом стиле? Ну, как бы сразу так сказать, сложно описать, почему. То есть, конечно же, я пришел к этому не сразу, но увлечение с фотографией аналоговой, то есть пришла ко мне еще с детства, потому что мои родители, то есть мой отец научил меня снимать именно пленочной советской камерой. Вот. И я в комнатке затемненной, то есть при красном фонарике тоже сам проявлял фотографии, закреплял. И даже по сей день существует этот альбом, который я всегда открываю и любой с этими снимочками. То есть, на самом деле, я уже говорил, что аналоговая фотография – это искусственно медленная, которая заставляет, в общем-то, думать, снимать и ценить каждый кадр. Вот. И глубина, которая передается при помощи именно пленочной камеры, цвет, то есть он неповторим. И современные, в общем-то, технологии, они пытаются тоже подобраться именно к получению техники цвета, именно и красивого рисунка, именно то, что сделано именно аналогами. А можно ли как-то вот это вот уникальное творчество отцифровать, чтобы поделиться в социальных сетях вот этим вот своим творением? Конечно, безусловно, можно. Мы есть в Инстаграме, мы есть в ВКонтакте. Наша группа, она называется «Пинхолеон». Вот. Мы, естественно, снимая на пленочные камеры, мы их сами можем оцифровать, то есть снять, опять же, цифровой камерой, либо в лаборатории нам сканируют. И такие же фотографии, они поддаются ретуши. Поэтому выкладываем тоже в социальных сетях. Мне хочется у Костя спросить. Костя, скажи, пожалуйста, ты давно занимаешься этой историей? Да, где-то уже полгода. Ты оцифровывал когда-нибудь фотографии? Публиковал их в своем Инстаграме, может быть? Нет, в Инстаграме я не публиковал пока. А почему? Потому что переживаешь, что, может быть, не соберет такое количество лайков, как яркая, сочная фотография, там, фрукта? Ну, я даже не знаю. Просто у меня в Инстаграме пока вообще еще ничего не выложено. Я думаю, что когда у меня это будет очень хорошо получаться, или в дальнейшем, я не знаю. Но я думаю, что я буду выкладывать это у себя в Инстаграме или в ПК. А тебя все-таки интерес это вызывает? Да, интерес вызывает. Я так понимаю, ты сам еще школьник? Да. Почему это интересно тебе, как школьнику? Вот расскажи, пожалуйста, нас смотрит очень большое количество школьников. Они играют в Майнкрафт, они больше сидят в гаджетах, публикуют все в Инсте, в ТикТоке. Ты занимаешься немного другим видом хобби. Ну, во-первых, это что-то новое. То есть это не просто как цифровая камера. Нажал кнопку, хоп, и фотография появилась. Для того, чтобы получить пленочную аналоговую фотографию, фотография должна пройти много этапов. Во-первых, надо снять пленку. Нужно продумывать каждый кадр. Потом это все заносится в фотолабораторию. И вот сам процесс появления фотографии просто на белой бумаге, в воде, в проявителе появляется изображение. И какой этап у тебя самый любимый? Чем ты больше всего любишь заниматься? Ну, вот именно смотреть, как появляются фотографии на белой бумаге. А тоже вот касаемо вот этого хобби, какие еще секции ты посещаешь? Ну, вот я хожу в фотостудию «Краевит» проявлять фотографии. Раньше я занимался футболом, плаванием. Довольно активные виды спорта. Я умею играть на пианино, учился играть на саксофоне. Также посещал театр. Но сейчас я вот только этим занимаюсь, потому что у меня сейчас особо времени нет. Я готовлюсь к ЦТ для поступления. Ну, скажи, вот в будущем рассматриваешь ли ты такое хобби, как заработок? И самое главное, а можно ли это превратить в заработок? Потому что те хобби, которые ты называл, кружки, футбол, в теории, это можно превратить. А гитару аналогично этим можно зарабатывать. Как зарабатывать вот таким хобби? Ну, эти фотографии можно выкладывать как раз-таки на разные там, я не знаю, сайты или выставки делать. И возможно получать прибыль от этого. А можно ли как-то свой старый фотоаппарат, например, взять и переделать под пинг-холл фотоаппарат и делать, собственно, с минимальными затратами вот такие же фотографии? Да, конечно. Мы вот принесли в студию, собственно, ручно сделанные камеры. Камеры, которые, в общем-то, называются пинг-холл. Вот, например, камера называется Magnum. То есть я ее сконструировал. Вот, она более технологичная, но на самом деле здесь очень все просто. То есть есть затвор ручной, когда выдвигается здесь. И булавочное отверстие, то есть свет проникает. Время экспозиции, то есть воздействие света на бумагу, либо на пленочку, кинопленку, может длиться от одной минуты, то есть до там 15-30 минут. А где дырочка, куда посмотреть? А вот. А как посмотреть, куда ты что-то фотографируешь? На самом деле окошечко здесь видоискателя, то есть чтобы посмотреть внутри это пространство, здесь этого не существует. То есть здесь, в общем-то, опытным путем выставляется камера, и горизонт тоже опытным путем, потому что вправо-влево может быть, конечно, неправильно выставлен горизонт. Но здесь очевидно все, нет видоискателя. И самое главное и самое важное, что фотографы-пинхолисты, то есть они видят реальную картинку и видят сразу же все пространство. Если цифровой фотограф, он смотрит в окошечко, да, то есть видоискатель, он ограничен пространством, то фотограф, который снимает пинхолом, он не ограничен. Это, знаете, как вечный спор, кто круче, лыжник или сноубордист. Получается, можно спросить, кто круче, цифровой фотограф или пинхол? Да, ну, пинхол – это как необычная такая альтернативная фотография, я бы сказал. Но и получение изображений, и то, что получается, невозможно, в общем-то, достичь именно цифровыми технологиями. Хорошо. У нас есть еще другие фотоаппараты, да, они чем-то отличаются? Костя, расскажи, пожалуйста, о камере своей. Ну, вот это пинхол-камера тоже на штативе современном. Вот она сделана из двух частей. Вот это вот задник от старой среднеформатной камеры, а вперед взят от другой камеры. И когда у него вырезаны все линзы, то есть там пустота, просто коробка. Здесь проделывается отверстие маленькое. Ты своими руками все делал? Да. Фольга, в нем маленькое отверстие, оно приклеивается и делается такой затворчик. Все открываешь и закрываешь, и получается. Причем отверстие делается из обычной пищевой фольги, вот, для запекания, например, или делается из стальной пластинки железной, вот, бисерной иголочкой. Самое главное для пинхола, то есть само отверстие должно быть не больше одного миллиметра, то есть 0,2 миллиметра, 0,3, 0,15. И иногда даже глазу это незаметно. Да, конечно, современные инстадивы пользоваться. Но тут селфи тяжело сделать, конечно, потому что не видишь себя, да? Зато это можно частично заменить в фитнес-зал. Девушку сфотографируешь, а она, а ты плохо меня чувствуешь. И голову обрезал вот так вот сверху, и все. Кстати, это селфи самого Константина, то есть он себя сфотографировал, свою тень. Альтернативная фотография альтернативного селфи. Хорошо. Ну что, давайте, вот вы говорите, можно сделать это своими руками. Вы пришли, насколько я знаю, с инструментом, для того, чтобы мы могли попробовать воплотить в реальность процесс создания именно фотоаппарата. Можем ли мы это сделать? Конечно, да. Давайте смотреть. Для этого понадобится всего лишь два спичных коробка, немножко фольги, иголочка любая и изолента. Что мы делаем? Берем коробок, разрезаем его вот здесь, открываем. У нас на этом прямоугольнике вырезаем окошечко 5 на 5 миллиметров. С другой стороны берем фольгу, приклеиваем ее и делаем отверстие. Отверстие вот этого плавочки. Чем тоньше, тем лучше. То есть качественная будет фотография. И тут как раз может пригодиться школьная программа черчения, чтобы отмерить этот квадратик 5 на 5. Да, по центру нужно. Да, и более того, скажу, что понадобится еще как школьная программа по рисованию, потому что здесь нужно обязательно зачернить, взять черным макером. Потому что черный цвет, он поглощает любой свет, ультрафиолетовый и так далее, чтобы там не было вообще никакого света, то есть пропускалось только через отверстие. Отражений не было. Не было отражений, да. И как, давайте все-таки уже не терпится посмотреть, как мы делаем. Давайте начинаем. Далее мы берем изоленту и заклеиваем нашу коробочку. Всю? Нет, чтобы только... А сколько процесс вообще времени занимает вот у вас? Ну, у меня где-то максимум минуты 3. Минуты 3. То есть я так понимаю, что у вас вот краски в секции не только учат создавать фотоаппараты за 3 минуты, но еще и сам процесс обучения делать снимки, которые вот вы нам сегодня и принесли, да? Это вот реальные... Это называется контрольные отпечатки, то есть предварительно, то есть снимочки для того, чтобы отснять, да, снимаются сначала на негатив, то есть на кинопленочку, вот они в сливерах, можно даже посмотреть на просвет. Вот, сливеры. Это папирусная бумага специальная, в которой хранятся пленочки, вот. Они не царапаются в них, то есть когда мы с негативом можем делать многоразовые отпечатки, вот. Если будет любая пылинка, царапинка, то, конечно же, это все проявится и уже впоследствии на самой фотобумаге. Да, вот, смотрите. Дальше нужно сделать затвор. Для этого мы берем второй спичечный коробок, тоже вырезаем в нем 5 на 5 отверстия и сверху делаем вот такую маленькую прорезь. Это будет для того, чтобы вставить затвор. Мы этот коробок приклеиваем к основному. Слушайте, у вас бюджетные стоиматериалы. Да, конечно. Да, это все можно сделать у тебя дома. Какая кропотливая работа, как, может ли она простить какие-то ошибки, помарки, неточности? Вы знаете, иногда случайности бывают не случайностями, и вот ко мне пришел ребенок, занимался год фотографией, и я ему предложил, в общем-то, попробовать пин-хоу. Вот, другие ребята делали более конструктивное, сложное, вот, а он захотел сделать именно со спичного коробочка. Ну, и где-то, в какой-то момент я за ним следил, и он сделал немножечко неровное окошечко, вот. И, в общем-то, это получился шедевр. Я покажу работу его, которая сделана именно его. Камера с пищенным коробочком. Вот, вот это деревце. Вот, и если вы видите, то здесь у нас смещение получилось, окошечко. Вот, я считаю, что фотография получилась очень интересной. И, более того, у нас сейчас открылась выставка пин-хоу-фотографии в фотостудии «Краевит». И эта фотография пошла на афишу вот этого мальчика. Прекрасно. Похоже на кадр из фильма, да. Ошибка сделала. А пока Константин, я вижу, что он там есть. Красивый кадр. Что там, расскажите мне, да. Очень интересное дело. Вот, смотрите, сейчас мы вставили затвор, то есть он уже ходит туда-сюда, открыто и закрыто. Для следующего этапа надо взять вот такой вот коробок, вырезать в нем отверстие под размер пленки, то есть 36 на 24 миллиметра, и вставить его в нашу будущую камеру. Далее берем катушку с пленкой, и ее нужно аккуратно вставить между коробочком и экраном. Сейчас я вот попытаюсь это сделать. Ну, я уже понимаю, что на самом деле для того, чтобы постигать вот азы этой науки, действительно нужно тратить время, это нужно заниматься. За пять минут этим не получится. Ну и, собственно, кружки и секции хороши тем, как раз-таки, что мы можем в течение года познавать что-то для себя новое, получать огромные навыки. И самое главное, менять секции. Походили на одну, позанимались, сменили на другое, другое на третье. Вот, она уже почти готова. Да, камера-то уже готовая. Да, почти готова. Осталось только заклеить все щели, которые у нас имеются в камере. Так, и что потом? Как она будет фотографировать? Сейчас вот заделаем щели. Ну и, собственно, понятно, что подробнее смогут узнать зрители позже, чуть-чуть в социальных сетях. И вот, мы должны промотать пленку до того, пока появится свежая. Так, проматываем, и потом снимать, нажимать. Мы поставили, допустим, выбираем какой-нибудь объект съемки. Да. И открываем затвор. А, и ждем какое-то время. И ждем какое-то время. Пускаем свет в отверстие. И оно считывает, и уже потом вот это проявлять, как вы рассказывали. И было очень интересно. Спасибо вам большое. И я думаю, что наши зрители еще не раз воспользуются этим лайфхаком. И было интересно не только мне, а вообще всем. И пока мы говорим вам большое спасибо. И до свидания, до скорых встреч. А пока наши зрители, кто-то не может выбрать, там, 2, 3 или 5 целых секций они хотят выбрать, вам мы можем помочь и перейти к интерактиву, и прочитать, кто чем любит заниматься. Я думаю, кстати, вы можете еще писать, писать, писать свои варианты. Ну, а прямо сейчас... Безусловно. У нас есть рубрика «Лайфхаки», в рамках которой мы дадим вам полезные рекомендации. Смотрим. Всем привет, меня зовут Саша, вы смотрите «Лайфхаки». Каникулы, к сожалению, закончились, и пора идти в школу. Спорт, английский, музыка, рисование – это далеко не полный список секций и кружков, где многие из нас занимаются. Как не запутаться и везде успевать? Очень просто. Лови лайфхак, как сделать расписание-органайзер для дополнительных занятий. Тебе понадобится цветной картон формата А4, линейка, карандаш, ножницы, клей, тетрадь в линейку, фломастеры и твоя неуемная фантазия. Поехали! Возьми лист картона, по коротким сторонам отложи по 4 сантиметра и прочерти линии. Сгибаем картон пополам, а затем еще по линиям. Сгибы обязательно прогладь линейкой, чтобы они были четкими. Сторону для расписания можно украсить графическим рисунком. Например, паутинкой, клеткой, кружочками. В общем, как тебе нравится. Дальше вырежу 5 прямоугольников из тетрадки в линейку. Шириной 3,5 сантиметра и высотой в 5 линейчик, плюс верхняя широкая полоска. Если у вас занятие 6 дней в неделю, просто сделайте ширину 3 сантиметра. Каждый прямоугольник украсть цветным контуром по краю с помощью линейки и фломастера. Из картона другого цвета вырежу полоску 20 на 2 сантиметра. Теперь все это приклей на одну сторону нашего органайзера. Зеленую полоску сверху, а пониже прямоугольники, отступая от края по 6 миллиметров. Когда клей подсохнет, заполни все ячейки. На полоске напиши слово расписание. На каждом прямоугольничке напиши день недели. Ниже напиши название занятий и время начала. Если день свободный, нарисуй, например, воздушный шарик вместо расписания. На второй стороне у нас будет конвертик для записок и бокс для ручек и карандашей. Для этого возьми картон другого цвета. Расчерти, как у меня на схеме. Вырежи и тщательно прогладь сгибы. Теперь аккуратно приклеиваем. Отлично! Осталось только украсить по своему вкусу. Можно что-то нарисовать, а можно использовать готовые наклейки. По-моему, получился очень симпатичный, а главное полезный органайзер. Если ты тоже так считаешь, не забудь подписаться на наш ютуб-канал, поставить палец вверх и написать комментарий. На сегодня у меня все. До встречи в новых выпусках. Как показывать практику нашей Саши столько лайфхаков, что просто в один сюжет они не помещаются. Именно поэтому магическим образом мы телепортируем знатока лайфхаков прямо к нам в студию. Саша, привет! Привет! Я так понимаю, это вот расписание и те таблички, которые нам показывала Саша. Расскажи, как ты придумываешь эти органайзеры и какими секциями ты увлекаешься. Ой, у меня так много секций, что я... Ты куда пошла? Взять свой первый лайфхак! У меня так много секций, что я записала свои секции на свой первый лайфхак, про который я расскажу чуть попозже. Так, мой первый кружок называется «Английский язык». Английский язык, по-моему, должны знать все. Так, второй пункт – это фигурное катание. Я уже много лет занимаюсь фигурным катанием и мне очень нравится. Третий пункт – это танцы. Я очень хочу красиво танцевать. Четвертый пункт – это бассейн. Каждый должен уметь плавать. И пятый пункт, самый последний пункт – это школа моды. Я очень хочу быть модной и стильной. И расскажи, насколько актуально вот этот вот лайфхак, как им не забывать пользоваться и как он вообще должен нам помогать. Ой, этот лайфхак нам будет помогать тем, что мы будем записывать сюда свои заметочки для кружков. Саша, я, если честно, не понимаю, я удивляюсь, как современные подростки и школьники вот с учетом такого большого количества секций находят время просто на сон, когда ты спишь. Ночью, конечно же, Жан. Все вот так легко и просто. Это только взрослые ночью не спят. Так, я записываю на такие маленькие заметочки все, что мне нужно взять на кружки. Жан, смотри, на первой заметочке у меня написано «в пятницу принести ласты». Это значит… Это у меня задание? Нет, Жан, это не задание, это моя задание. В ласты и трубкой подводной. Да. Это значит, что в пятницу на плавание мне нужно принести ласты. Так, здесь у меня написано «в среду принести словарь». Это значит, что в среду на английский язык мне нужно принести словарь. Понятно. Жан, у меня осталась самая последняя заметочка. Это какая? Она самая-самая важная. А ну-ка. Ее нужно брать вообще везде. Каждый человек с ней всегда должен ходить. Жан, как ты думаешь, что это такое? Дневник. Нет, Жан, ну дневник, конечно, важно, но вот это вот, это прям самое важное. Паспорт. Паспорт тоже важно. Опять же для взрослых людей. Тут идет градация, дети и взрослые. Все, все, все. Карманные деньги. Карманные деньги тоже мы должны носить, но это вот прям самое важное. Ну так что же это такое, Саша? Жан, это хорошее настроение. Все, вот так приходилось. Обязательно нужно брать с собой хорошее настроение. Жан, я подарю тебе эту заметочку, чтобы ты всегда носил с собой хорошее настроение. Так, следующий лайфхак. Так, перейдем к моему второму лайфхаку. Это такие наклеечки-заметочки. Вообще классно. Смотрите. На них я записываю все, что мне нужно взять на кружки. Они уже очень красивые, но опять же, я не понимаю, как ими пользоваться? Потому что есть бумажка, но нет бумажки. Или даже если она есть, так куда ее, как ее, как не забыть про нее. Мы должны записывать сюда свои напоминания. А клеить мы можем по всей квартире. Вот так вот, на входную дверь наклеил и не забыл ничего, когда вышел. Я могу пользоваться? Да, ты можешь пользоваться, Жан. Я просто к конце нашей беседы хочу показать, сколько свободного времени остается у ребенка, к примеру, на примере своей байки. Зато ты посмотри, каких высот добилась Саша. Да, да. Слушай, Саша, ну вот если рассчитывать, что байка – это свободное время, то вот прям наглядно мы показываем, что у тебя оно вообще есть, присутствует в жизни? Ну, по ночам как минимум она спит. Вот, уважаемые родители, когда вы, если нас смотрят родители все-таки, когда вы записываете ребенка на 2678 секций, это выглядит не как скаут в количестве медалей? Нет, это выглядит так, как Саша придет к следующему лайфхаку и расскажет нам, как не забыть про все эти занятия. Что? Мой третий лайфхак называется «Календарь лайфхакера». Это такой календарь моего собственного производства из картона и бумаги. Уникальный календарь. Очень красивый. Здесь вставляются числа, здесь месяца, а здесь год. Жан, давай заполним наш календарь. Давай попробуем. Давай попробуем. Вот у меня числа, месяца и год. Так, Жан, подсказывай, какое число, а то я забыла, вся вкрыжка. Давай, 21 год, пожалуйста. Это уже выглядит как хобби, на самом деле. Так, сегодня сентябрь. Сентябрь, пожалуйста. Ставим. Какое сегодня число, подскажите мне. Сегодня седьмое. Седьмое. Седьмое число. Да. Вот так вот красиво мы заполнили наше число. И вот так-то все будет тогда. Опа, поставим еще раз. Выпадает, ничего страшного. Сентябрь, не хочет с нами оставаться, все убегает, убегает. Он бежит к следующему лайфхаку. Лайфхак у него. А лайфхаки уже закончились. Это все на сегодня. Но я могу показать, какой красивый календарь, расписание органайзер получился в сюжете. А ты кому-нибудь делаешь еще эти органайзеры? Может, родители у тебя, например, просили для себя сделать, для личного пользования. Саша скоро придет на тему моего бизнеса. Я использую для личного пользования. Мой бизнес, да. Юный бизнес. Конечно. Саша, ты большая молодец, на самом деле. Я каждый раз, когда с тобой встречаюсь, удивляюсь, насколько ты творческий человек. Приходи к нам с еще больше интересными лайфхаками. Не забывай, что вот эти все лайфхаки не должны мешать тебе учиться. И мы всегда рады тебя видеть в студии. Жан, конечно же. И давай, Саша, топ-3 быстро. Куда нужно пойти зрителям? Три секции. Нужно пойти на английский, на фигурное катание и в бассейн. Все, Саша, ты большая молодец. Мы говорим тебе большое-большое спасибо. И пока. Пока-пока. Мы хотим напомнить нашим дорогим зрителям про Кахут, что скоро мы начнем играть, задавать вопросы. А вам нужно зайти на сад Кахут IT, придумать оригинальный никнейм, ввести код, который вы видите сейчас на своем экране, подключиться и ждать старта. Ну и, кстати, сегодня победитель получит классный подарок. Это пригласительный на линию Сталина. Там 11 и 12 сентября пройдет военно-историческая реконструкция. Выступление кинологов, катание на танке, стрельба и многое другое. Все это приурочено к дню танкиста, на который отправится победитель нашего интерактива Кахут. В общем, есть за что побороться. И это сразу после рекламы на телеканале Беларусь-2. Прямой эфир продолжает молодежный проект «Пинкод». С вами Жан Синкевич, Таня Луханина. Жан, вообще-то реклама уже закончилась. Ты почему до сих пор ешь колбасу и со мной не делишься? Обалдеть. Ну, во-первых, я не просто ем колбасу. Я отмечаю праздник. Сегодня день, международный день с салями. Поэтому я помогаю человечеству и уничтожаю салями. И пока вот Жан жует свою колбасу и со мной не делится, я расскажу маленькую историю вообще, что это за она. В общем, недавно происходили какие-то там раскопки. Нашли рецепт, который, по данным, использовали еще в 2000 году до нашей эры. И, конечно же, итальянцы утверждают, что рецепт завезли они. Конечно. И колбасу придумали, и город основали. На самом деле, правда это или нет, мы до конца не знаем. Но сам факт того, что Жан в эфире прямом ест колбасу, уже поражает. Мам, я поел. Для мам, которая переживала. Ну, на самом деле, я знаю, кто нам точно поможет купить салями. Это как раз-таки продавец, и именно об этой профессии сейчас и пойдет речь. Кажется, все уже знакомы, но если кто не знает, то это Костя. Ему 15, и он до сих пор не определился с профессией. Вместе с пин-кодом Костя будет изучать самые разные профессии, которые можно получить в нашей стране. В прошлых выпусках Костя опробовал профессии швеи, парикмахера. На этот раз мы отправимся в Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ. Узнаем, что нужно для поступления. Для того, чтобы поступить на данную профессию, первым делом нужно подать документы приемной комиссии. Документы, которые, комплект необходимый для подачи в приемную комиссию, это заявление, которое вы пишете здесь, на месте приемной комиссии. Паспорт, удостоверяющий личность учащегося. Медицинская справка установленного образца, где указано, что вы годны по данной профессии. Фотографии 3 на 4 в количестве 6 штук. И, соответственно, если вы имеете какие-то льготы на поступление, документы, подтверждающие ваши льготы. Допустим, все это у нас уже есть. Переходим к практике и наблюдаем за указаниями мастера. Можно выйти? Дайте. Я хочу обучиться профессии продавца. Ну, давай попробуем. Мы находимся в учебной лаборатории по профессии продавцов. Значит, здесь находятся образцы бутафории продовольственных товаров, где учащиеся изучают основных поставщиков, изучают характеристику товаров. Ну, и, соответственно, особенности товара отличительные. Какие качества, какой товар необходимо дать грамотному покупателю консультации для того, чтобы приобрести тот или иной товар. Сегодня мы с тобой научимся делать вот такие вот декоративные элементы для подарочных наборов. Берем, накрываем один уголочек, верхний, нижний уголочек. Опять выводим к верхнему уголочку. Да, все правильно, снизу. И выводим на начальную позицию. И здесь уже делаем бантик. Завязываем узелочек. И делаем бантик. Ну, в нашем случае можно только два, так как ленточка позволяет, на два оборотика. Упаковочка получилась красивая. А пока зададим пару профессиональных вопросов. Какие качества нужны для вашей профессии? Для нашей работы первым делом это необходимо стрессоустойчивость, потому что мы все прекрасно знаем, покупатели разные. И необходимо выйти с любой конфликтной ситуации. Следующее качество – это доброжелательность, коммуникабельность, вежливость, ну и, конечно же, доброта каждому покупателю. Костя упорно трудится, а мы тем временем определим зарплатный момент. Воспользуемся калькулятором финансов. Средняя зарплата продавца в начале карьеры примерно составляет 400-500 белорусских рублей. Максимальная же заработная плата у опытного специалиста примерно равна 1500 белорусских рублей. Все ему удается и прически делать, и одежду шить. Сделает ли выбор наш герой или будет пробовать дальше, узнаем в следующей серии. Надо все-таки сказать юному таланту, что пособия по безработице он не получит, поэтому надо как можно скорее определяться с профессией. Но тем не менее, очень здорово, что благодаря нашему юному герою мы знакомимся с новыми профессиями. И вот если он наконец выберет и определится с профессией, у нас пропадет добрая половина сюжетов. А пока, при чем задавать вопросы, напоминаем у нас Kahoot Интерактив. Заходите на сайт Kahoot IT. В поле код игры вводите цифры 904-6874. Придумывайте оригинальные никнеймы. А посмотри, какие никнеймы-то. Жан Турченко. Очень оригинальные. Ай, мои дорогие. А Жан Лучш. О, это спасибо большое, приятно. Понятно, Жан уже собирается выбирать победителя. Победитель выбран. Спасибо за игру. Да, быстро заходите на сайт Kahoot. Мы прямо сейчас будем стартовать. У вас будет возможность выиграть ценный подарок. Напоминаем, что сегодня это у нас два билета на линию Сталина на День танкиста, который пройдет, собственно, этот праздник уже на этих выходных. Ну а пока вы собираетесь с мыслями, залетаете на сайт kahoot.it, и вводите пин-код, и придумываете себе никнейм. Мы посмотрим для вас, мы посмотрим вместе с вами небольшой сюжет, по которому и начнется наш kahoot. Так, в среду плаванье, в пятницу танцы, или все-таки снова на плавание сходить? Пинки, почему я такая непостоянная? Даша разнообразие хобби говорит о разносторонности и личности. К тому же важна к зодиаку, если мне не подводят даты в системе, Овен. Хм, а что это значит? И тут гороскоп влияет. Чем именно увлекается человек и как предпочитает расслабляться, зависит от его характера, а значит, и от гороскопа. Хм, интересно, и что же скажешь про мой знак зодиака? У овнов широкий круг интересов. Они предпочитают активный отдых, путешествия, особенно в экзотические места. Большинство типичных овнов наслаждаются физической активностью, которая позволяет им продемонстрировать ловкость. Овны также любят изобретать и мастерить. В целом на меня это похоже. А что ты знаешь про другие знаки зодиака? Например, про тельцов. Типичные тельцы в часы досуга занимаются коррекционированием ценностей, пением или прослушиванием музыки, садоводством, трясованием, относительно спокойными спортивными играми, тем, что позволяет тельцу испытать физическое удовольствие, например, верховой ездой. Любят посещать вечера музыки, веселья и смеха. Телец на отдыхе полностью расслаблен и ленив. Нередко он может отдыхать, положив ноги на стол перед телевизором или служить целыми днями музыку. Очень похоже на мою лучшую подругу. А давай ты дашь характеристику какого-то знака, а мы попробуем угадать. Хорошо. Люди со следующим знаком зодиака, как и овны, обожают приключения, перемены, путешествия за границу. Они легко заводят друзей. Их интересует открытие и исследование чего-то нового, изучение и использование иностранных языков, изготовление поделок с помощью ручного труда. Ох уж это пинки. Вот загадала нам загадку, а мы тут с вами будем пытаться это все разгадать. Препосредством, между прочим, Кахута, последней секунды, сайт kahut.it, в поле пин-код вводите 904-68-74, придумывайте никнейм, и мы начинаем. Да, именно для того, чтобы дать какую-то подсказку ребятам. Мы дадим подсказку, ребят? Ну, можно попробовать, да. Супер подсказка, на самом деле. Один из этих знаков зодиака прямо сейчас находится в студии, и вы на него смотрели 12 секунд назад. И вот именно поэтому, на самом деле, я не знаю дни рождения каких-то знаменитостей, но я думаю, что вы справитесь и угадаете, кто из нас кто. Итак, вот как звучал вопрос. Какой знак, запускай Кахут, зодиака загадала пинки? Четыре варианта ответа. Рак, близнецы, телец или львы? Ты, на самом деле, относишь себя к творческому знаку зодиака? Скорее, да, чем нет, но, наверное, скорее всего, я хочу думать, что у меня симбиоз технического и творческого знака зодиака. А, вот оно как, как говорили. Ну, на самом деле, есть ощущение, что многие зрители, которые смотрят проект Пинкот, они знают, у кого из ведущих когда день рождения, и тогда вот после таких небольших подсказок им не составит труда дать правильный ответ. Ну, вот как я уже говорила, по крайней мере, пока, наверное, мы спорим, наши зрители уже почти ответили. Давай посмотрим. Итак, последние три, две, одна секунды, о каком знаке говорила Пинки. Зрители считают, что это близнецы. Ну, посмотри, как мнения разделились. Точно так же думает и за львов, и за тельцов. За тельцов, да. Переходим к сюжету. Я вот догадалась, кто это. В моем окружении много близнецов, и мы, овны, примерно похожи с ними. А вот кто обычно сидит на месте, так это раки. Весь свой творческий потенциал раки предпочитают расходовать дома. Украшения дома, домашние рукоделия, домашние музицирования – это те сферы творчества, которые увлекают этих людей. И творчество чаще всего непрофессиональное и призвано занимать гостей и друзей. Раки, как в пресловутой поговорке, пока рак на горе не свистнет, видимо, нелегки на подъем. Все верно, но и они также любят путешествовать. Следующий знак зодиака тоже любит бывать в разных странах, но у него есть одна особенность. Отдыхать он предпочитает на фешенебельных курортах и в отелях. Что-то это больно напоминает льва. Выпроницательны, Даша. Все связанное с этим знаком отличается большими размерами, полнотой и щедростью. В целом, типичный лев часа досуга предпочитают следующее. Любой вид спорта, в котором мастерство сочетается с грацией и изяществом. Например, теннис, ныряние и бег. Про какой знак вам еще рассказать? Если следовать календарю, то после львов рождаются девы. Что расскажешь про них? Большинство дев любят умственные и практические занятия. В то время как многие делают постоянные упражнения ради собственного здоровья, девы от природы не являются спортсменами или спортсменками. Девы нередко люди, умеющие все делать своими руками, не прибегая к посторонней помощи. Это творческие натуры, а не талантливы в области пластических искусств во всем, что связано с эстетикой и красотой. С эстетикой и красотой дев не поспоришь. А какой еще знак зодиака любит заботиться о своей красоте? Предлагаю дать зрителям возможность ответить. Итак, пока предлагаю посмотреть промежуточные этапы, варианты и результаты, какие у нас есть. И кикотик у нас пока на первом месте. И пока я дублирую вопрос. Какой знак зодиака любит заботиться о своей красоте? Первый вариант – овен, телец – это второй вариант. Третий вариант – весы. И четвертый вариант – козирог. Итак, внимание, я запускаю кахут и отвечаем на вопрос. Еще раз варианты. Первый – овен, второй – телец, третий – весы и четвертый – козирог. Ну, я вообще рекомендую в целом смотреть этот выпуск с пинки, чтобы не пропустить характеристику именно своего знака зодиака и заодно сопоставить. А вот подходит то, что говорит пинки, к вам? Или все-таки пинки ошибаются? Ну, мне, например, кажется, что про мой знак плюс-минус было правдиво. Ну, мне вообще иногда кажется, что здесь 50 на 50. Либо попадет, либо не попадет. И многие люди, которые им попадают, они – о, классно, астрология, это правда, значит, надо ее верить. А если не попадают, то думают, ну, значит, я, наверное, в себя как-то не разобрал. И вот так вот, Жанн, наш, разбил наши астрологические сердечки. Не разбивая астрологические сердечки, я, между прочим, творческий человек, который открыт к общению. У творческого человека. Так, весы. И это правильный ответ. 14 человек. У нас молодцы, справились. Посмотрим результаты промежуточные. И двигаемся к следующему вопросу. У весов прекрасный вкус. Многие женщины-весы любят красиво одеваться и могут целыми днями ходить по магазинам. Весы любят все красивое. Они эстеты. У них очень хорошо развит художественный вкус. Неравнодушны они и ко всем видам искусства – музыке, живописи и литературе. Мне, как девочке, захотелось родиться весами. Не печальтесь, Даша, знак зодиака лишь привносит некоторые особенности выбора досуга. Оно не определяет их полностью. К примеру, скорпионы изначально делятся на два вида – активный или более тихий. Для активных чаще всего это спорт, связанный с риском – футбол, хоккей, бейсбол. Они любят отдыхать у водоемов. Другой же тип скорпионов с трудом заводит новые знакомства и предпочитает более тихий отдых в безлюдном месте, где можно спокойно размышлять и читать. Мне кажется, овны тоже бывают с разной активностью. Я, наверное, где-то в середине. Вот бы был рядом кто-то, чья активность была бы всегда высокой. Это так поднимает дух. У кого-у-кого, как ни у стрельцов, рожденная активность. Путешествия в чужие края являются одним из главных интересов стрельцов. Типичные стрельцы, как правило, преследуют следующие интересы – гонки на автомобилях, парашютный спорт и другие, требующие риска вида спорта. Путешествия, исследовательская работа, раскрытие тайн, разрешение проблем и изучение иностранных языков. Да, со стрельцами не соскучишься. Слушай, Пинки, а в ТикТоке популярно суждение, что козероги – самый плохой знак. Большинство типичных козерогов не очень интересуются групповыми видами спорта. Возможно, из-за интровертного склада их хуже понимают другие. Козероги будут усердно работать над своим хобби и захотят добиться в нем успеха. Чтобы они не выбрали, это должно заслуживать уважения и увеличивать их шансы в том, чтобы ими восхищались и их уважали. Типичные козероги на отдыхе предпочитают слушание или исполнение музыки, гольф, ходьбу, игру в шахматы, тактические игры, посещение музеев и галерей. Мы про стольких уже узнали. Может, загадаем еще какой-то знак нашим зрителям? Какой знак зодиака предпочитает заняться жонглированием, клоунадой или сыграть в комедии? И вот такой вот трудолюбивый знак, как козерог, мог бы быть и у нас в вопросе, но у нас готовы промежуточные варианты. Это Джен Боури. Ты у нас пока на первом месте, но Кахут – это очень непредсказуемая штука, поэтому все может измениться в несколько мгновений. Итак, следующий вопрос. Какой знак зодиака предпочитает заниматься жонглированием, клоунадой или играть в комедии? И четыре варианта ответа. Это у нас близнецы, водолей, лев или рыбы. Один из них верный, насколько вы понимаете. Какой знак зодиака предпочитает заниматься жонглированием, клоунадой или играть в комедии? Итак, 28 секунд у вас на ответ, поэтому я предлагаю всем сосредоточиться и ответить правильно. Мне интересно, ты же близнец, как мы выяснили сегодня. Какими талантами обладаешь ты? Есть ли среди них жонглирование? Я обладаю безграничными талантами, но мне кажется, что это может запутать наших зрителей. Мне кажется, мы это делаем последние 10 минут с этими знаками зодиака, потому что там говорят, что тельцы делятся на два типа, активные и пассивные, а третий тип разве существует? Получается, 50% поверят, 50% нет. Именно поэтому наши зрители самые лучшие и выигрывают самые лучшие подарки. Итак, у нас готовы результаты. Их больше всего ответили, что рыба, но на самом деле... Водолей. Правильный ответ – это водолей. И мы снова передаем слово пинке. Как поется в песне, знак водолея все отдала и ни о чем не жалею. А вот жизни с водолеями наоборот. Они хотят каждому человеку дать роскошь и привилегии. Зачастую водолеи увлечены каким-нибудь хобби, которое бывает довольно полезным. Часто их привлекают прогрессивные теории, а также отдельные проблемы образования. Их привлекают полеты на самолете и в липланере, прыжки с парашютом, писание мемуаров или личного дневника. С водолеями все понятно. Остался у нас еще один водный знак. И это рыбы. Рожденным по знакам рыб нравятся фильмы, театр, путешествия, пантомимы, ведьмы, монстры, эльфы, цыгане и мифические творения. Командные игры не являются природной склонностью рыб. Им больше подходят не грубые виды водного спорта, не соревновательные лыжи и парашютный спорт. Не мудрено, что рыбам нравится водный спорт. Опасные виды спорта, подобные гонкам на машинах, могут также привлекать рыб, поскольку они обладают врожденным инстинктом к рискованным ситуациям. В силу двойственности своей натуры рыбы обладают удивительным даром – совмещать чистое творчество с деловыми практическими устремлениями. Надеюсь, у всех наших зрителей совпали характеристики. Вот я нашла сходство с разными ребятами и их знаками в нашей команде. Кстати, давайте узнаем, какой знак зодиака самый популярный в пин-коде. И вот так по традиции смотрим на результат. Джен Бори, ты все еще пока первая. И сразу у нас следующий вопрос. Какой знак зодиака в нашей команде самый популярный? Львы, близнецы, овны и козероги. Четыре варианта. Что-то я даже стрельцов и не вижу. Такого варианта нет. Увы и ах, стрельцы не самый популярный вариант. Но здесь можем подсказывать, опять-таки. Можем. Ну, может быть, это овны? Нет. Не овны? Нет. Хорошо, тогда, может быть, это карабан? Который козерог. Да, который козерог. Нет, тоже не он. И тоже нет. Ну, тогда давай смотреть правильный ответ. Это близнецы. Но самый частый ответ это у нас овны. Вот. Итак, результаты. Итак, смотрим, кто у нас становится победителем. А победителем... Джен Бори. Джен Бори становится Даша Кузьмина вторая. И Ксюша занимает третье место. И напоминаем, что Джен Бори у нас получает замечательные билеты на линию Сталина на эти выходные. 11, 12 и сентября у нас будет проходить День танкиста. Военно-исторические реконструкции, выступления кинологов, катания на танке, стрельба и многое другое. Мы поздравляем тебя. Ну и, кстати, призываем всех телезрителей быть активными, потому что на нашем телеканале, на телеканале «Беларусь-2» выходит очень большое количество интересных программ. Одна из них – это интерактивное шоу «Башня», в которой можете принять участие и вы. До 15 сентября идет активный прием заявок, поэтому, если вы чувствуете в себе силы, собирайте команду из трех человек, подавайте заявку и становитесь участником интерактивного шоу «Башня» на телеканале «Беларусь-2». Между прочим, есть за что побороться. Да, и завтра мы отмечаем День грамотности или грамотности, а как правильно, не спешите гуглить, потому что завтра вы все узнаете. Предлагаем подключиться к нашему интерактивному проекту «Пин-код» завтра в 16.00 на телеканале «Беларусь-2». Ну а до завтрашнего дня у вас есть возможность на электронную почту «Башня» собакатvr.by как раз-таки отправлять свои заявки. Ну и напомню, победитель нашего шоу, интерактивного шоу на телеканале «Беларусь-2 Башня» отправится в путешествие абсолютно бесплатно за свои знания. Вы можете поехать путешествовать. Ну а на сегодня Жан Сенкевич, Таня Лоханина. Мы прощаемся и говорим «Пока!»